В преддверии праздника Преображения Господня в Смоленске произошло историческое событие. Состоялась первая за почти столетие Божественная Литургия в возрождающемся Спасском храме. Церковь отметила в эти дни свое престольное торжество. Чем еще ознаменовался этот день, расскажут наши коллеги из Смоленской епархии. На Смоленской земле, земле Патриарха, не останавливается работа по возрождению храмов. Благословением Святейшего Кирилла, Патриарха Московского и всей Аруси. Да благословит Господь землю Смоленску. Смоленск – сердцевина России. Город мужественный, защитник Отечества. Замечательный, сильный народ. У которого никогда не было легкой судьбы. Который всегда встречал врага лицом к лицу. Был способен защитить свое Отечество. Через Смоленск я и узнал Россию. Накануне двунадесятого праздника преображения Господня состоялась первая за последние 90 лет божественная литургия в возрождающемся Спасском храме города Смоленска. Построен он был в 1766 году. Ну а закрыт в годы богоборчества в 1929. И вот благодаря усилиям правящего архиерея, митрополита Смоленского и Дорогобужского и Сидора и стараниям всех священнослужащих храм начал возрождаться. Недавно он обрел купол и стали проводиться службы. Идут реставрационные работы. Под сводами первого этажа реставрируемого церковного здания собрались не только первые прихожане, но и православные христиане из разных уголков Смоленска. Многие исповедовались и причастились к святых христовых тайн. Собравшимся обратился с проповедью митрополит Смоленский и Дорогобужский Сидор и поздравил отца настоятеля с важным событием и поблагодарил его за труды по возрождению храма. Если бы Господь вполне во всей своей славе преобразился пред учениками, то природа человеческая не выдержала бы этого божественного света. Но Господь созидает, а не разрушает. И поэтому мы должны точно и ясно сознавать, что просвещение только там, где личность человека осееваема благодатью Святого Духа. А протеерей Михаил Горовой сообщил, что теперь все, без исключения смоленские храмы, возвращены в церковь. Спасский храм завершает этот список. С этого дня здесь начинается регулярное богослужение. И еще предстоит большая работа, чтобы полностью восстановить храм, бывший в прошлом одними из самых красивых в городе.